Дайвинг как терапия. В столице Югры открылась секция подводного плавания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Программа тренировок включает в себя три занятия в бассейне и три на суше. Все это абсолютно бесплатно. Существуют ли противопоказания для погружения в воду, чем полезен дайвинг и где записаться в группу, расскажет наш корреспондент. Вода дарит им чувство свободы и позволяет лучше управлять своим телом. Дайвинг для людей с ограниченными возможностями здоровья – это намного больше, чем просто развлечение. Сергей Вдовенко занимается подводным плаванием уже три года, имеет сертификат международного класса и этим летом совершил погружение в Крыму на глубину 10 метров. Сергей Вдовенко рассказывает, что ощущение, будто попал в другое измерение. Крабов, рыбок, кораллы всякие, в горной пещере мы рядом. А вот Игорь Караваев – погружение новичок. Это его второе занятие и пока в бассейне спортивного комплекса «Дружба» на 5 метров. Но дальше будет больше, уверяет Игорь. Ощущения великолепны, незабываемы. Ощущение такое, будто заново родился. Сначала немножко страшно, но в то же время интересно. Сейчас подводным плаванием в группе занимается четыре человека с нарушением опорно-двигательного аппарата. А вот людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонии, сахарным диабетом и психическими расстройствами в секцию по дайвингу не принимают. Для наших занимающихся это большая польза, начиная с социализации и заканчивая тем, что они могут выполнять те движения, которые, скажем так, на земле выполнять достаточно трудно. Водичка дает такое понятие, как гидроневесомость. И это некоторым позволяет перемещаться так, как им хотелось бы. В бассейне занятия проходят бесплатно три раза в неделю. Прежде чем совершить погружение, ученики проходят подробный инструктаж по технике безопасности, учатся дышать и держаться на воде. Чтобы записаться на дайвинг, горожанам следует обращаться в Центр адаптивного спорта. Валерия Константинова, Станислав Богомазов, телевидение Хантамансийска.